Качество горячего питания в школах под контролем профильных ведомств. Современное оборудование, проверенные поставщики продуктов, гарантия вкусной и качественной еды. Министерство образования совместно с представителями органов прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС Чувашии проверили организацию питания в нескольких школах. Рабочая группа побывала в Ядринском, Маргаушском районах и в Чебоксарской школе номер 47. Специалисты оценили инфраструктуру пищеблоков, проверили качество поступаемых продуктов. Новые холодильники, варочные плиты, электромясорубки и многое другое. Так выглядит теперь современная кухня. В прошлом году более 250 миллионов рублей было выделено на модернизацию пищеблоков. И мы посмотрели, как эффективно используется данное оборудование для организации горячего и бесплатного питания для обучающихся данных школ. В этом году более 80 миллионов рублей будет выделено на модернизацию пищеблоков уже в городских школах. Ребята положительно отзываются о блюдах, которые готовят местные повара. Нравится, очень сильно нравится. Мне больше всего нравится есть картошку. Питание вкусное, каждый день разные блюда дают. Повара очень вкусно готовят. Самое любимое блюдо, наверное, это рисовая каша с курицей. Прокуратура Чуваши подтвердила, что в целом питание в школах организовано в соответствии с требованиями законодательства. Однако выявлены и отдельные недостатки. К примеру, в Калайкосинской школе Маргаушского района были замечания по введению документации. В целом питание организовано в соответствии с предъявляемыми нормами. Но вместе с тем, конечно, имелись и отдельные замечания. И в этой связи нами будут приняты меры прокурорского реагирования. Всего за январь и февраль месяца текущего года в прокуратуре республики выявлено 321 нарушение. Возбуждено 53 дела о административных правонарушениях. И в суд направлено 20 исковых заявлений. Подобные проверки будут продолжены. Специалисты уверены, что в городских и в районах школах еда должна быть одинаково вкусной и полезной. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика.